На огромной территории космодрома уникальная железная дорога, которая имеет невероятную функциональную нагрузку. Будто главная кровеносная артерия, она дает жизнь всему огромному организму космодрома. Отвечает за эту работу организация с символичным названием «Космотранс». 15 станций железнодорожных, свое локомотиво-вагонное депо, свое железнодорожное хозяйство, 57 вагонов, 152 километра – это главные пути. Тепловозы везут ракетчиков на дальние площадки, спутники в монтажно-испытательные корпуса, ракеты-носители к старту. Бытующая на космодроме фраза, что все ракеты улетают из железнодорожного тупика – не преувеличение. Из года в год не меняется главное – время вывоза. Ракеты-носителя «Протон» в 6.30, «Союза» в 7 утра. Чтобы везти ракету, надо очень ее аккуратно, мягко везти, без толчков, чтобы толчков не было, не дергать нельзя. Но это… она не любит этого, понимаете? Скорость от 2 до 5 километров в час и никакой качки. Ракете это противопоказано. Николай Федорович на вывозе всегда. У него здесь свои традиционные точки для наблюдения. Говорит, что каждый вывоз особенный, но запоминается, конечно, первый. Запоминается все, конечно. Тогда я был не руководителем работы, был исполнителем, бегал, шустрел вот так, как мои подчиненные сейчас. Ладно, все готово. От вывоза тяжелого «Протона» особое впечатление. Целый состав медленно перемещает гиганта к старту. Однако старожилы говорят, вот в ноябре 88-го было зрелище. Тогда два мощных тепловоза по параллельным веткам на специальной тележке вывозили на старт связку «Энергия Буран». Мы видели, сидели, как раз я на смене был в тот день. Сидели, смотрели, удивлялись. Какие огромные машины. Сегодня здесь уже нет тех тепловозов, на которых вывозили триумф отечественного ракетостроения. Так же, как и не осталось рельсов с царским клеймом, которые вели к стартовой площадке. Но осталась память и рассказы отца, после которых и пришел на космическую железную дорогу Александр Носов. Попал сюда в Тюратан, когда засекреченные машинисты были. В 57-м году здесь паровоз, который на пенсии стоит. Он возил на нем щебенку сюда, потому что строительство открывалось, и воду возил для солдат пить. Ныне отцовский паровоз на пенсии украшает вход на станцию «Городская». Для горожан и гостей Байконура – просто памятник. А для местных путейцев – символ славной истории покорения космоса, в которой железная дорога сыграла одну из главных ролей.